Так, ну а спонсор этого видео Второй канал нашего канала Который наш канал, где есть все, но нету по ней Идите, подписывайтесь, короче, давайте С вами был Борис Айпис Пришло послание, нам солнце светит И дорога нас зовет в путь опять Быстрей собраться Ты готова Жалко в день такой нам дома скучать Радуга зовет Песня льется И мы с тобой отправимся в полет Радуга зовет И приключения радужные ждет Радужное путешествие Поездка Ладно, не совсем Потому что нас ждет не горцевание, а полет Я тебя обгоню Нет, это я тебя Я тебя обгоню Нет, я тебя Привет Ладно, я пришла четвертой Да? Тогда я пришла пятой Так нечестно Но я быстрее тебя Все равно вы обе опоздали Пора взлетать, а то пропустим попутный ветер Не волнуйтесь, мы без вас не улетели бы Само собой, разумеется, дорогая В конце концов, это ведь радуга Дэш Почетное гостье радужного фестиваля Кто-нибудь видел Искорку? Не в ее манере опаздывать на приключения Иду, иду! Простите, нужно было взять несколько книг и сочинения на проверку Под несколько, она имеет в виду чуть меньше, чем я способен поднять Стой, ты берешь работу с собой на фестиваль? Да, там должен быть непрерывный карнавал веселья Да, странно Ставить оценки весело, это расслабляет, приносит удовольствие Хватит уже разглагольствовать Хватит уже заглагольствовать Отвязывай, Спайм! Пригляди за моими вещами и под шейлистки с заданиями, пока меня не будет Это моя главная работа! Хорошо, повеселитесь! О, почему мы стоим на месте? Хм, корзина слишком тяжелая. Рарити? Как вы смеете? Я взяла лишь крохотный саквояжек. Извини меня, Искорка, но... Мои бумаги! Подождут возвращения. Скучай по нам! Смотри за вещами! До встречи! И помните, что бы ни случилось на Радужном фестивале, я хочу узнать обо всем, когда вы вернетесь. Поздравляю тебя! Поздравляю тебя! Мне показалось, или кто-то говорил о СПА в этом... Повторите, куда мы летим? Влащина надежды! Или, как я люблю называть это место... Центр поклонников Радуги Дэш! Ты будешь вести себя так все путешествий, да? Ты угадала! Взгляните на это письмо! Меня там обожают! Дорогая Радуга Дэш, спасибо, что согласилась стать нашей гостьей на знаменитом Радужном фестивале в Лощине надежды. Многочисленные поклонники твоего фан-клуба... С нетерпением ждут твоего визита. Примем вас с друзьями в нашем знаменитом роскошном радужном отеле САСПА, где будет исполнен любой ваш каприз. Я принимаю этот вызов. У меня столько капризов! Смотрите, там имеется и знаменитый сад бабочек. Знаете, странно, что мы раньше не слышали об этом фестивале, учитывая, что все в этом городе такое известное. На фестивале в этом году вы сможете отведать угощение в традиционной радужной пекарне, исполнить свои любимые радужные песни на конкурсе караоке. Выпечка и караоке! Они как будто заглянули мне в душу. А также сможете поймать и выпустить нашего знаменитого радужного гольца. Ха! А это уже прямо для меня! Плюс мы увидим, как мэр выручит радуги дошно-трогу! Я устрою фейерверк из конфетей! Вручит награду? А за что именно? Не знаю. За уникальность, неотразимость и то и другое. Что ж, мы очень рады, что ты позвала нас с собой. Да! Это превратится в один долгий праздник, который начнется... Сейчас! Сто пакетов, сука, стоят! Сто пакетов, стоят! Один забирай, другой отдай! Девяносто девять пакетов, стоят! Девяносто девять пакетов, стоят! Девяносто девять стоят! Два пакета, сука, стоят! Два пакета, стоят! Один забирай, другой отдай! Один пакет, сука, стоит! И еще раз! Сто пакетов, сука, стоят! Слишком много? Не пора ли нам уже прибыть? Я тоже так думаю. Может, у того облака стоило свернуть налево, а не направо? С каждой минутой становится все темнее. Я ничего не вижу! Красотища! Не могу! Вижу! Раду-гу-ду-гу! Отлично! Теперь будем играть в эту игру! Нет! Я действительно вижу радугу! Ух ты! Какая красота! Никогда не видела такую большую радугу! И мы сейчас с ней столкнемся! Не волнуйтесь, мы пролетим сквозь нее. Радуги не твердые. Скажи, это радуги! Не думаю, что это радуга. Это радужный щит. О, нет! Держитесь, пони! О, нет! О, нет! О, нет! О, нет! Вряд ли это поможет! О, нет! Мы разобьемся! О, нет! О, нет! О, нет! О, нет! О, нет! О, нет! всем. Нас могла постичь участь корзины. Где это мы? Ага! Добро пожаловать в плащину надежды! Родина знаменитого Радужного фестиваля! Мы прибыли. И никто нас не встречает? Хорошие дела. Почетные гости и ее друзья сломали указатель. Радуга, Дэш. В твоем письме сказано, где наш отель. Эээ... В самом центре города. Хм. Не очень-то помогает, когда не знаешь, где этот центр. Давайте искать. Ха-ха. Забавно. Я-то думала, что большой роскошный отель должен сразу бросаться в глаза. Да! Такое ощущение, что весь город на замке. Смотрите, там кто-то есть. Хм. Здравствуйте. Вы нам не поможете? Мы прибыли на Радужный фестиваль. О, Радужный фестиваль? Да! Тот, на котором я почетные гости. Ха-ха! Ха-ха! Да! Ох, какой кошмар. Что еще натворил Санни? Прошу прощения. В смысле, ээээ... Вам лучше поговорить об этом с Мэром Скайзом. Отлично. И как его найти? В мэрии. Эээ... Но, видите ли, до завтра она закрыта. Могу ли я вам помочь? Да, пожалуйста. Не проводите нас к роскошному пансионату лощины надежды. Хе-хе-хе-хе-хе. О! О! Вы имеете в виду отель? Ага. Легко. Он единственный в городе. Подскажите, куда нам идти? Нет нужды. Вы уже на месте. В смысле, в нем. Отель надежды. Также известный, как городское справочное бюро и библиотека. Меня, кстати, зовут Петония Пэттлс. Привет! Я местный библиотекарь. Сотрудник справочной. Управляющий отеля. Историк. Фовар. Художник-портретист. Эм... Я радуга Дэш. А это... Все остальные. Привет! Что ж, приветствую вас всех. Один взмах копытом, и я провожу вас в ваш номер. Наш номер? Он всего один. Поэтому его легко найти. Хе-хе-хе. Добро пожаловать в королевские апартаменты. Что за простота и очарование? Не то слово. Эм... Я тут кое-что подсчитала. Здесь всего три кровати. Ладно, четыре. О, есть еще одна выдвижная. Немножечко заедает. Вот она. Двуспальная. Вы отлично отдохнете перед утренней встречей с мэром. Крепких снов. Никто не заметил в Питунью ничего странного. Кроме того, что она назвала это место королевскими апартаментами. Может, все дело в освещении, но выглядит она серовато. Не так ли? Возможно, из-за пыли, которая здесь повсюду. Этот номер не так уж и плох. Нужно лишь добавить шарики, лошади и пиньету. Хорошо, что я захватилась. Смотрите. В номере живет милый паучок. Привет, паучок. Извините меня, друзья. Я не представлял, во что я вас втягиваю. О, не переживай. Главное, что мы вместе. Да. Есть где переночевать, а значит, все в порядке. О! 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 Что ж, это была не худшая ночевка в нашей жизни. Но она определенно в первой тройке. Или лучше сказать, в последней. Что им здесь нужно? Почему все кони смотрят на нас? Возможно, они узнали Раду Глубеж. Или Принцессу Искорку. Но вероятнее меня. Нет. Думаю, они смотрят на нас, потому что мы не такие серые, как они. О чем ты? Оглядитесь. Здесь все бесцветное. Это очень странно. То же самое я заметила в Питунье вчера. Здесь почти все серое. О, привет. Кроме того, что еще серей. Ну и ну. Я знала, что будут различия, но... Это так странно! Судя по тому, как они на нас смотрят, они думают, что странные здесь мы. Может, они не замечают, что серые? А сказать им было бы неприлично. Интересно, чем это вызвано? Можно спросить у мэра. Да, если мы его вообще найдем. Хватит толкаться! Толкаться? Это профессиональные приемы, сестрица! Хватит, уйди! Ты посмотри, это же Радуга Дэш! Не дуйся, дорогой, а то наморщишь холку. Я вовсе не дуюсь, милая, но меня задел твой комментарий. Мне показалось, что я испек вкусный пирог. Я не сказала, что он невкусный. Но я не сказала, что вкусный. Смотрите, куда идете! Вы же не купили этот тротуар! Я-то точно нет. посмотрите! Какие-то пони чинят наш шар! О-о-о-о, нет! Какое несчастье! Беда, я бы сказал, просто катастрофа! Извините, простите, я спешу! О-о-о! Запихните меня в оливку и назовите стручковым перцем! Ха-ха-ха! Это же сама Радуга Дэш! Ты добралась! Это ведь ты, правда? Ха! Разумеется, это я! Ох, хвала Селестии! Я увидел шар и подумал о худшем, но вижу, вы целы. Добро пожаловать на ежегодный фестиваль Радуги в Блащине Надежды! Я Сумеречная Искорка, а вы должно быть... Санни Скайс, мэр этого милого городка, и я очень рад познакомиться с вами. Извините, что сломали ваш радужный щит, мистер Мэр. Было темно и... Ну что, вы не берите в голову. Эту рухлядь все равно нужно было починить. Ее не использовали с... Ладно, неважно. Так или иначе, когда ваш шар будет готов, Торг займется щитом. Познакомьтесь, пони, Торг Рэнч, умелица нашего города. Она предложила починить ваш шар. Это он меня попросил. Она устранит повреждения в мгновение ока. Иначе говоря, это займет весь день. Значит, вы прилетели этой ночью. Если бы я знал, я бы пришел вас поприветствовать. Где вы остановились? В вашем роскошном мотелле. Питония Пэттлс впустила нас. О, ну, конечно, она... Питония, ты нечто, скажу я вам. Я бы пропал без нее. В смысле, город пропал бы. Мэр, надеюсь, вы не против, если я спрошу, почему ваш город такой... облеклый? О, вы это заметили, да. Ну, это... Длинная история. Давайте я сначала покажу вам достопримечательности. Наша знаменитая спа на открытом воздухе с натуральной грязевой ванной. Милая, да? Хотелось бы увидеть площадки Радужного фестиваля. Те, что в брошюре. Конечно. Пекарня находится здесь. Или будет здесь. Мы установили еще не все павильоны, но запланировали много интересного. А где сад с бабочками? О, он здесь, недалеко. Ой, сейчас приклею. Значит, среди этих бабочек не найти ни одной... Настоящей? О, нет. С тех пор, как цветы потеряли свою окраску, бабочки в наш сад больше не прилетают. Я уже боюсь спросить, но в брошюре упоминалась рыбалка. Рыбалка? Не понимаю, о чем вы. О знаменитом Радужном Гольце. Эх, да, конечно. Так вот, на самом деле вы не ловите его, а только говорите с ним. Он внутри этого... Странно, где же наш Голец? О, мистер Мэр, я тут пришел пообедать. Вы не против? Ладно, уже не важно. Хотя нет, на самом деле очень важно. В брошюре так же упоминался конкурс караоке. Сюда. Голец подыграет на губной гармошке. Как он разносторонне одарен. Хорошо, что я всегда беру микрофон караоке с собой, куда бы я ни отправилась. Что ж, у нас еще много всего. Мэр Скайс, я не понимаю, ваш Радужный фестиваль не такой, как вы описали. И отель тоже не такой, как мы ожидали. Вы пустили нам пыль в глаза. В прямом смысле. Ничего из увиденного не соответствует описанию брошюри. Ну, может, я слегка перегнул палку, но я действительно старался все подготовить. Просто стало тяжело вдохновлять пони в этом городе на дружные дела. Вряд ли вы бы прилетели, если бы знали правду. Правду? О, нет никакого Радужного фестиваля. Никакого Радужного фестиваля? И фан-клуба? Поверьте, я совсем не хотел... Приглашать нас без причины? Сколько домашних работ я бы проверила. Если позволите, я... Мы улетаем отсюда сию же минуту! Шар еще не починили. Может, дадим мэру все объяснить? Расскажу с самого начала. Давным-давно, когда мой дедушка Скайс был мэром, лощина надежды была другой. Этот город было принято называть город под радугой. Потому что здесь вы могли найти все, что захотите. Стоя у забора Соседи болтают И на улицах звучит привет Друзей удачи Нас восхищают И мы поддержим их, Коль нет других побед Таким был город Под радугой яркой Нет золота И нет сокровищ Но мы на помощь Друг к другу придем Доброе дело Всегда бесценно И знали мы, Что правильно живем Таким был город Под радугой яркой Дедушка собрал Мой дедушка Решил для жителей Устроить Веселый ежегодный Фестиваль Каждый готовился Как мог Кто репетировал Кто пек Все хлопотали Времени не жаль Таким был город Под радугой яркой Дедушка собрал К фестивалю генератор Чтобы над городом Возникла радуга-дуга Он так напомнил нам Что вместе мы сильнее И темнота Не победит свет солнца никогда Дедушка, затем отец, А я за ними В небе радугу Начал включать Гордился я, Что город мой Счастлив вместе со мной Считали мы Не будет никогда Этой радуги конца Заборы росли Все дружить перестали В нашем городе темно Стало вдруг Счастливые дни позади Улыбок и счастливых лиц Не видно вокруг Казалось, разгадал я Что для фестиваля Важна Еще больше радуга Как дом многоэтажный Но магии заряд Разрушил чудо Генератор И в этом виноват Один лишь Только я И это все История такая Вот так наш город Потерял Свою радугу Свою радугу Делиться радостью Но никто из пони Не хотел меня слушать Поэтому я написал тебе Радуга, Дэш Ты была последней надеждой Я решил, что Если такая знаменитость Приедет в наш город Местные пони Воодушевятся И захотят Возобновить фестиваль Ведь радуга Это и часть твоего имени Хм Да, я понимаю Мистер Мэр Какую магию Вы использовали В радужном генераторе? О, трудно сказать Я не знал С чем имею дело Я лишь хотел помочь А вместо этого Лишил город Всех красок этого мира Пожалуй, прежним Остался только щит Он напоминает мне О нашем былом городе И дарит надежду Нашим жителям Хм Если бы я знала Какую магию Вы использовали Я бы попробовала Снять заклятие То есть Вы остаетесь Ага Больше всего Мы любим трудные задачи Особенно Когда необходимо Помочь пони Вы не представляете Насколько вы меня осчастливили От души благодарю Мы сделаем все Чтобы возобновить Радужный фестиваль Скажу вам честно Это будет трудно Дошло до того Что пони даже не разговаривают Друг с другом Пусть это будет И непросто Но У нас есть Кое-какой опыт Чтобы сплотить пони Ура Это все равно Что планировать праздник Только большой Потому что Это фестиваль А значит Нужно больше пирожных У-у-у-у У-у-у Да Скоро Меня ожидает Свидание С пекарней Ага Я лучше Пойду с ней Стильные, одинаковые костюмы Которые помогут всем пони ощутить дух праздника Вот что нужно фестивалю Что-нибудь похожее на радугу? Да, дорогуша, но что-то более сложное, тематическое Что-то вроде... Что-то вроде этого Формидабль Самое трудное заинтересовать город радужным фестивалем Когда все такое серое Думаю, если мы сможем вернуть краски, это все решит Да, я тебя поддержу, но... Радуг Дэш, мне нужна твоя помощь Мистер Мэр, серьезно, существует ли фан-клуб? О, разумеется, он должен где-то быть Есть какие-нибудь инструменты, Ваша честь? Приведу в порядок этот щит, чтобы все знали, что радужный фестиваль возвращается О, просто музыка для ушей Торк Ренч, давай-ка дадим нашей гости инструменты Она хочет починить нашу радугу О, прекрасно О, если ты не против, я пойду поработаю над речью До встречи Итак, каков план? Если виной всему магия, то магия все и исправит О, этого я и боялась Я никогда прежде не встречала подобной магии Хе, дай мне попробовать Ведь радуга – часть моего имени, верно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, что это было? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эх, да, это все, что я могу Спасибо за попытку Нужно продолжать искать выход Берегись! Не ты берегись! А-а-а-а! Вы целы? О-о-о! Зачем ты так зигнул передо мной? Я не зигнул, ты зигнула Я загнул Это не извиняет твоих... Ребята, ребята, спокойно! Это был лишь случайный промах Промах, который случился на твоих глазах? Эх, мне так неудобно Мы всю жизнь ждали встречи с тобой Постойте, так вы и есть фан-клуб? Ты слышала о нас? Барли – президент А Пикл – вице-президент Кто бы мог подумать Хоть что-то в словах мэра было правдой Ты любимая чудо-молния моего брата И любимая чудо-молния моей сестры Он знает твои лучшие приемы И она тоже Мы отрабатываем их каждый день Но у нас ничего не выходит Но это правда Ну давай, спроси ее Нет, ты спроси Нет, ты спроси Нет, ты Нет, ты Нет, ты сделай Любой из вас Спрашивайте Послушай, не могла бы ты дать нам урок? Ну, небольшой Показать несколько приемов Ха! Что ж Обещаете слушаться Много работать И тренироваться Обещаем Да, мы будем тренироваться Тогда вот что Если ваш полет мне понравится Мы втроем устроим представление на радужном фестивале Разве еще есть радужный фестиваль? И мы будем на нем выступать? Я думаю, весь город должен узнать, что здесь живет пара будущих чудо-молний Вперед! У нас много работы Ты это слышал? Она назвала нас будущими чудо-молниями Думаю, кое-что из этого можно спасти Но понадобятся новые доски Эй, Торк Мэр сказал, ты поможешь мне с ремонтом Хм Очередная безумная затея Тебе-то зачем все это нужно? Хм Ну, во-первых, нужно помочь мэру А во-вторых, как говорит бабуля Смит Сломал что-нибудь, почини Любой своей работой ты должен гордиться Ха-ха-ха Гордиться тем, что ты пони мастеровой Ха-ха-ха Именно так Это довольно редкий талант Кстати, ты отлично починила корзину Переплести прутья заново, это не шутка О, что ж, спасибо, что заметила Это же один из моих дизайнов Здравствуйте Здравствуйте О, надо же, не может быть Складушки-оладушки Ты и есть знаменитая Рарити? Эм, просто Рарити Я проходила мимо и не могла не заметить, что ты Я тебя боготворю, просто обожаю В смысле, твою работу Твой дизайн, вкус, умение видеть красоту Что ж, спасибо Твой стиль для меня образец для подражания Да, я о том же Это шляпка, это буа и шарф Они... Они тебе нравятся? Очень милые Спасибо Это модели от Кифа-фа-фел Я Кифа-фа-фел Пишется, как слышится, двумя фэ-фэ на конце Наверное, теперь мне стоит помолчать Ты не против, если я задам тебе вопрос? Почему при таком таланте Ты не выставляешь собственные работы Вместо того, чтобы подражать другим? Ха-ха-ха-ха-ха! О, нет, о, нет Я не смею Они для этого недостаточно хороши Хм, au contraire Возьмем этот шарф Ручная окраска, изящное плетение, произведение искусства Представь, если бы ты могла работать в цвете О, я представляю Именно так я и придумываю вещи Я чувствую и выбираю цвет сердцем Возьмем этот шарф На нём красная полоска, оранжевая, жёлтая Как у Радуги Хочешь поработать со мной в качестве официального помощника дизайнера на Радужном фестивале? Серьёзно? Поработать с тобой? Не могу поверить! Стой, а разве есть ещё Радужный фестиваль? Дорогая, если им займёмся мы Это будет не просто фестиваль, а самое яркое событие, которое когда-либо видел этот город Так что приступим к делу Вот это да! Нравится? Не то слово Не думала, что в таком крохотном городе, как Лащина Надежда, есть большая библиотека? Может, мой маленький городок, но читающий Я об этом забочусь Мэр Санни был прав Ты удивительная Он правда так сказал? Ох уж этот чудный единорог Он сказал что-то ещё В смысле, понятно, чем я могу помочь? Нет ли у вас отдела волшебной литературы? Хе-хе-хе-хе Тайные знания, природные элементы, теория, что нужно Сравним Пятьдесят кексов для вечеринки Значит, для фестиваля нужно Разделить на два, один в уме Больше? Намного больше! Нам понадобится помощь пекаря Похоже, пекарня закрыта Как это печально! Можно использовать лишь те, что у нас во дворе, милая Дорогой, прекрати Извините, вижу, вы выгуливаете пирог и хочу спросить Нам это не интересно Дошло до того, что пони не могут даже прогуляться по улице, не пугаясь прохожих Хе-хе-хе! Я вас вовсе не пугаю! Вот! А-а-а-а! А-а-а! Что значит пугать? Хе-хе! Итак, как насчет того, чтобы стать частью официальной команды пекарей на Радужном фестивале? Разве есть еще Радужный фестиваль? Ага! У нас будет палатка с кексами, пирожными и весельем А начнём мы с этого пирога Итак, оценим его на вкус Каким, говорите, должен был быть этот пирог? Абрикосовым Вы уверены? Он какой-то ломкий Не то, чтобы это было недостатком Мы добавили туда абрикосы с нашего собственного дерева Растущего в нашем дворе За нашим собственным домом Ясно Можно мы взглянем на это дерево? Ладно, новобранцы Покажите, что умеете Она говорит именно так, как мы себе представляли Только на 20% круче Ну, так вы летать собираетесь? Да, сэр В смысле, мэм Хе-хе-хе Хе-хе-хе А сейчас... Бразь! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Чтобы летать, у вас ещё нос не дорос Даже я стала радугой Дэш Не в один день В два дня? Нужно изучить основы Прежде чем начинать летать Ух ты Вы так научитесь А пока начнем с одиночного сальто Простите, но вы говорите Не так, как другие пони в этом городе О, мы родились не здесь Мы прибыли сюда из Мейнхэттена Он такой большой Местные пони там толпятся гурьбой И никогда не общаются друг с другом Мы узнали, что в лощине надежды не так И переехали сюда И нам жилось здесь прекрасно Какое-то время А что произошло? Все изменилось Сюда Вот наше дерево С него я сорвал абрикосы для своего пирога Что ж, я не эксперт, но Мне кажется, что они не спелые Абрикосы должны быть Оранжевыми В том-то и загвоздка Так как в этом городе почти все бесцветное Один абрикос не отличишь от другого Как насчет этого дерева? Его абрикосы большие и сочные О, мы не можем использовать абрикосы с того дерева Конечно можете Нужно лишь... Эй, отойдите от моего дерева Что? Что это было? Всего лишь старик Моуди Рут Он ясно дал понять, что не станет делиться абрикосами И даже ни разу с нами не поздоровался А вы пытались поздороваться с ним? Что? Мы... Нет, но... Мистер Моуди Рут Вы здесь? Кто меня спрашивает? Я Флаттершай У вас красивое абрикосовое дерево Такое крепкое Должно быть, вы хорошо о нем заботитесь Да, я стараюсь Удобляю его То и дело поливаю И мои абрикосы довольны Наверное, поэтому у вас их так много Должно быть, вы постоянно что-то готовите Джем, фруктовый пирог Нет, я просто их ем Хотя я бы не отказался от пирога Во имя Эквестрии, что она делает? Понятия не имею, милая Делает то, что умеет лучше всего Ваши соседи как раз собирались испечь пирог Вы ведь знаете их? Мистер и миссис Хуффингтон Мистер Моуди Рут Здравствуйте Да, здравствуйте Здравствуйте, мистер Рут Им не хватает немного абрикосов Если бы только кто-нибудь дал нам абрикосов Чуть-чуть О, да, конечно Мы с радостью испечем вам пирог Даже два или три пирога Испечете, если я дам вам свои абрикосы Ах, какая отличная идея Тогда все поделятся друг с другом Что думаете, мистер Моуди Рут? Ах, ну вот Сейчас, погодите Лестница есть? Мы можем собрать их с вашей стороны забора Ах, да, конечно Идемте Лизненное проклятие Стирающее заклинание Ни одно из них не обладает такой силой Чтобы лишить света целый город Ах Если только... Во имя Сыра Чеддер Думаю, это подойдет Осталась одна реплика Не хватает концовки Мэр Скайл Что это за место? Принцесса Искорка Добро пожаловать в радужный зал нашего города Здесь вы можете узнать все о фестивале каждого года Начиная с самого первого Фотографии Они цветные? Конечно Ох Атрибуты счастливых времен Когда еще проводился фестиваль Хотя наш город и выцвел Память не выцветает Я прихожу сюда, чтобы почерпнуть вдохновение Для речи, что я пишу, мне его нужно много Самая большая моя речь О! Я и не заметил тебя Санни! Не знала, что ты здесь Я как раз ухожу Надо закончить речь Что ж, увидимся позже Да уж Фестиваль действительно был событием Он был великолепен Он надолго объединял жителей города Эти фотографии С последнего фестиваля Как видишь Он закончился плохо Да Магия мэра в генераторе заставила цвета поблекнуть Так думает Санни Он винит в этом себя, но Я до сих пор не уверена, что это не было просто несчастным случаем В этом есть что-то странное Никак не могу сообразить Если бы только был цел генератор Кое-что сохранилось Ух ты! Я спрятала его, потому что мэру было больно его видеть Можно позаимствовать? Девушки отдыхают Молодцы! Радуга стала еще лучше, чем была прежде Ничего себе Радужный фестиваль? Не знала, что он снова состоится Конечно! И будет еще масштабнее прежнего Надеюсь Расскажите друзьям. Мы можем пойти, мама? Полагаю, да. Почему нет? Мистер Мэр, надеюсь, вы не возражаете. Где ты это нашла? Санни, я дала его. У Искорки есть идея. Лучшая идея будет выбросить эту штуковину на помойку. Моя теория в том, что генератор приумножает любую магию, которую использует. Делает сильнее. Так что если мы его наладим и применим обратное заклинание, что я нашла, возможно, он вернет городу цвет. Даже если мы заставим его работать, а эта задача не из легких. Только не для талантливой пони-мастеровой, с которой я познакомилась. Дайте-ка взглянуть. Да, я могла бы починить. Не хочется восторгаться преждевременно, но... Ура! Не волнуйтесь, я все сделаю. А, как дела с речью, Санни? Я с радостью помогу ее написать, если хочешь. Э, нет, не стоит. Спасибо, у меня тут небольшие дела, связанные с обязанностями мэра. Но я вернусь, чтобы проверить, как все продвигается. Он ведет себя так необычно. Наблюдая за поведением мэра, трудно понять, что обычно для него, а что нет. Знай я, что у вас такой вкусный пирог. Я бы давно разрешил вам сорвать все абрикосы. Мистер Хуффингтон сам его испек. Нет, ты меня вдохновила, лапуля. Весь город должен узнать об этом чудесном пироге. Не волнуйтесь, узнает. Мы будем раздавать его всем на радужном фестивале. Постойте. Разве еще есть радужный фестиваль? Что ж, вот и он. Я вынуждена была кое-что восстановить, но теперь он как новенький. Ух ты, выглядит потрясающе торг. Никто больше не справился бы с этим. Большое спасибо за помощь. Это был настоящий вызов, но чинить генератор оказалось даже весело. Ух ты, вы это видели? Нужно его испытать. Позовем мэра. Сначала убедимся, что все работает. Не хочу его разочаровать. Искорка, кажется, я видела... Минутку, Эпплджек. У нас важное дело. Ключи генератор. Ладно. Вы только посмотрите! Разве это не прекрасно? Генератор делал так всегда. Много-много лет. Теперь просто добавим магии... Мне жаль. Я думала, что получится. Не будем говорить мэру. Это разобьет ему сердце. Нет. Придется сказать, что не вышло. Мы не можем вернуть краски. Искорка! Ты должна на это взглянуть! Уверена! Получилось! Выпечка для продажи на Радужном фестивале готова! Спасибо Хуффингтонам. И мистеру Мауди Руту. Хе-хе-хе. Ух, все выглядит так вкусно. Мистер Мауди Рут, я уже так давно не видела вас в библиотеке. Что ж, самое время зайти. А у вас есть поваренные книги? Хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Вы все здесь! Великолепно! Поможете нам установить тележку? Официальные аксессуары от Кефа-фа-фау для Радужного фестиваля. Та-да! Ха! Ого! Красивые вещицы! Я создала аксессуары, которые подойдут по цвету каждой из вас. Эм, не могу не заметить, что аксессуары, подходящие по цвету, не очень-то цветные. Конечно, не цветные, глупышка. Город же лишился цветов, забыла. А-а-а, да! Но не беспокойтесь, я знаю, какая вещь какого цвета. Оранжевый шар для Эпплджек, красные геттеры для Флаттершай. Розовый цветочный венок для... Ну, вы сами знаете. Нет, для кого? Взгляните на мой лиловый платок, разве он не чудо? Голубые защитные очки для Радуги Дэш. Думаю, у меня есть очки, которые подойдут и вам двоим. Ух ты! Вот это да! И кое-что особенное для принцессы Искорки. Накрыльники и всех цветов Радуги, между прочим. Ки-фа-фа-фл, это потрясающе! Ребята, вы проделали отличную работу. Ага. Жаль, только я не справилась со своей. Тяжело признаться, но я в тупике. Я не знаю, как вернуть городу цвет. Вот что я пытаюсь тебе сказать. Свет возвращается! Что происходит? Что-то удивительное. Но как? Дело не в генераторе. Выходит, что-то другое заставило поблекнуть все краски в городе. Надо вернуться в библиотеку. Я так и думала. Смотри, на втором фото, когда ломается генератор, этот пони уходит прочь. Но на третьем фото, когда исчезают все цвета, он стоит на месте. Выходит... Мы должны сказать мэру! Что сказать? Санни! Ты видел, что происходит на улице? Нет, я был здесь и работал на третью. Давай ему просто покажем. Кто хочет абрикосовых пирогов? Лучшие пироги в лощине надежды. Продаем пироги вкусные-привкусные. Здравствуйте, мистер Хуффингтон, миссис Хуффингтон. Давно не виделись. Как мило, что вы пришли. Что лучше, чем один пирог? Много пирогов! Официальные сладости Радужного фестиваля здесь и сейчас! Сюда, дорогие. Посмотрите на произведение Кифа-фуфу. Не знала, что ты делаешь такие чудесные вещи. Надо зайти к тебе в магазин. Есть что-нибудь водонепроницаемое? Ну, я вижу цвета. Так вы запустили генератор вспять? Генератор не имеет к этому никакого отношения. И не имел. Значит, я тут ни при чем? Нет, ты простофиля. Сколько раз я пыталась тебе об этом сказать. Все эти годы ты винил себя напрасно. Эти фотографии из библиотеки все объясняют. Они лежали не в том порядке. На них видно, что краски поблекли до того, как вы включили генератор. Ты не представляешь, как я рад это слышать. Тогда что обесцветило город? Это называется безнадежной магией. Пони уже начали разочаровываться друг в друге, терять надежду. Должно быть, последовавший взрыв генератора стал последней каплей. Он окончательно лишил город надежды, а вместе с ней и цвета. Но теперь сработала другая магия. Магия всеобщего единения. Это то, чего вы ждали, мэр. Вот это да. У нас все-таки состоится радужный фестиваль. И пора его начинать. Этот город ждал слишком долго. Генератор работает, мистер мэр. Так же, как и при вашем дедушке. Ха. Надеюсь, речь, что я собираюсь сказать, придется к месту. Прошу внимания. Добро пожаловать на обновленный радужный фестиваль в лощине надежды. А вот и пони, который сделал все это возможным. Мэр Стани Стан. Ура! Ура! Словно двухвостый павлин, я горжусь, что вы все пришли сюда сегодня, чтобы снова устроить праздник в честь нашего городка на краю радуги. А-а-а! 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 Не знаю, как мне благодарить радугу Дэш, принцессу Искорку, Пинки Пай, Флаттершай, Рарити и Эпплджек. Мой дедушка затеял фестиваль как праздник в честь всех нас, пони лощины надежды. Это вы вернули дружбу в наш городок, а вместе с ней и все яркие краски. Мы должны всегда протягивать копыта помощи своим соседям, общаться, уважать и слушать друг друга. Простое приветствие и улыбка способны изменить наш мир. Итак, без лишних церемоний... Наступил момент, счастливый, да? Пусть начнется яркий фестиваль! Хе-хе-хе. О-о-о! Что происходит? О-о-о! 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 Что происходит? О-о-о! 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 Он именно такой, каким я его представляла! О-о-о! 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 Ты сочинил прекрасную речь с Ани. Что? О-о-о! Это была не та речь. Тогда... Что же ты писал весь день? Писал... Другую речь. Про запас... На будущее. О-о-о! Крошки-лепёшки. Полагаю, сейчас подходящий момент. Ах... Петунья... Ты всегда верила в меня... И в город. Всегда надеялась, когда мы приходили в отчаяние. Я не могу представить и дня без тебя. Ты пони, которая вносит краски в мою жизнь. Петунья Пэттлз. О-о-о! Ты выйдешь за меня. Конечно, глупый ты гусь. О-о-о! 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 Пони, прошу внимания! Представляю вам выросших в лощине надежды... Юных чудомолний! О-о-о! Молодцы! Молодцы! Ты слышал, как она нас назвала? А ты слышала, как она нас назвала? Юные чудомолнии! Ха-ха-ха! Класс! Ха-ха-ха-ха! 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 Ха-ха-ха! Ладно, ребята, начинаем! Ха-ха-ха-ха! Молодцы! Молодцы! Ха-ха-ха! Молодцы! Я горжусь, что меня пригласили в качестве почетной гости на такой фестиваль Похоже, здесь все-таки есть сад с бабочками Только одно может сделать этот радужный фестиваль еще лучше А вот только не нужно больше караоке, дорогая Что? Нет! Диджей, колец! Вот это и есть праздник! Разноцветная джиз Как только из тени ты выйдешь на свет Волшебство ярких красок раскроешь в себе И мир окрасит себя в свои цвета радуги Ты засверкаешь, как в небе звезда Бесцветным грустно быть Зачем скрывать свои цвета внутри? Пусть ярких красок свет сияет всем Разноцветная жизнь Это яркая жизнь Разноцветная жизнь Это яркая жизнь Перемешивай вместе любые цвета Вот увидишь, получится красота Радугу сотвори, смотри Будто вместе мы с тобой Рядом в гармонии Зачем же блеклым быть? Скрывать внутри все свои цвета Когда ты яркий И это как мечта Разноцветная жизнь Это яркая жизнь Это яркая жизнь Разноцветная жизнь Разноцветная жизнь Это яркая жизнь Привет, друзья, желтый я обожаю С лиловым я никогда не скучаю Красный, как сердце, бьется в груди Синдиго, ты всегда впереди Синее небо на головой Под оранжевым солнцем гуляем с тобой Зеленый, спокойный, по траве пробегись Ощутит цвета все Ведь радуга в тебе У нас яркая жизнь Очень яркая жизнь У нас яркая жизнь Очень яркая жизнь У нас яркая жизнь У нас яркая жизнь Радуга зовёт, песня льётся, и мы с тобой отправимся в полёт. Радуга зовёт, и приключение радужное ждёт.